Когда только один триллер GTA 6 бьет три мировых рекорда за два дня, то это значит, что игру обсуждают везде. И это так. А GTA 6 говорят игроки, обычные люди, ее обсуждают на ТВ, в Твиттере, в Инстаграме, Ютубе и так далее. Ее обсуждают, конечно же, с разных сторон, в том числе с негативной стороны. У GTA 6 уже нереальное количество хейтеров. Я не преувеличиваю. Хэштег с отмены игры в Твиттере был в тренде. Даже Илон Маск написал, насколько же сильно он не любит GTA и почему в это не стоит играть. В общем, многие пытаются GTA 6 отменить, пытаются выставить разрабов в невыгодном свете и так далее. Это происходило всегда, с самого начала рождения этой серии. Поэтому сегодня я хочу с вами все это обсудить. Как пытались отменить каждую часть GTA? Почему ни у кого не получилось? Почему Rockstar в основном от этого выиграли? Какие именно претензии к GTA 6? И стоит ли переживать за то, что игру специально изменят, чтобы угодить тем, кто жалуется? Очень давно хотел сделать такой ролик, потому что многие события происходили прямо у нас на глазах. Будет очень интересно. Местами смешно, а местами будет не до смеха. Но сперва полезная информация. Если вы собираетесь обновиться ради всех этих требовательных новинок, то интернет-магазин Reguard это то, что вам нужно. Там по-настоящему разбираются в железе. На сайте есть умный конфигуратор, который учитывает множество особенностей сборки. Очень крутой и удобный инструмент. Но если нужна консультация, не вопрос, а ставь заявку на сборку. Тебе обязательно помогут определиться с выбором. Или же можно купить одну из уже предложенных конфигураций. Кстати, для тех, кто разбирается в железе, тоже есть хорошие новости. Можно получить бонусы, если кто-то купит предложенную тобой конфигурацию. А потом эти бонусы можно использовать при оплате любых товаров на сайте. Топовая игровая сборка, мощный ПК для работы или недорогой офисный системник. Любой компьютер специалисты Reguard профессионально соберут и протестируют абсолютно бесплатно. Ну а после этого ПК будет надежно упакован с использованием пенопакета и доставлен в любую точку страны. А еще мне тут шепнули, что они будут разыгрывать множество призов на новый год. И есть реальный шанс заполучить видеокарту. Или еще что-нибудь крутое. Так что скорее подписывайтесь на них в телеге и в ВК. Ссылки в описании. Знаете, Rockstar не типичная компания. Многие другие разрабы попадают там в скандалы и сразу просят прощения. Меняют все на что жалуются люди и говорят, что так больше не будут. Rockstar же и скандалы это братья. И они идут вместе с тех пор как студию создали. Нет ни одного их релиза без очередного срача. И они все эти годы твердо стояли против всего этого нытья, судов и прочее. Первые игры серии попадали в скандалы, но небольшие. Игры в каких-то странах банили, но ничего прям серьезного. Жизнь началась именно с третьей части. Игру в то время пытались отменить не только всякие борцуны, но даже игровые журналисты и издания, как GameSpy, которые говорили, что эта игра просто про насилие, ибо она за это вознаграждает. И чем больше игра продавалась, тем больше скандалы разрастались. Кто только не пытался игру отменить. Начиная от разных СМИ, заканчивая национальной организацией женщин Америки, которые были недовольны, как показано в игре женщины. Типа можно взять ночную бабочку, воспользоваться ею, а потом избить и взять деньги обратно. Довольно оскорбительно. Многие не хотели понять, что это просто игра, и все несчастья в мире сваливали именно на нее. GTA 3 виновата в том, что подростки такие плохие. Поэтому именно из этой игры впервые в истории магазины начали проверять документы перед тем, как продавать диски. Проходило время, вроде все устаканилось, но два мелких дебила однажды взяли оружие и стали стрелять по машинам прямо на улице. Они убили человека и ранили другого. Свою мотивацию они объяснили тем, что играли в GTA 3. Я думаю, вы можете себе представить жесть, что происходило дальше. И не важно, что это игра для взрослых, и дети в нее играть не должны. Даже сейчас все кричат, что в GTA 6 не должны играть наши дети. Так никто в игру детям не дает играть. Трейлер GTA 6 начинается с предупреждения, что это не для детей. И на сайте ESRB сказано, что все игры GTA имеют рейтинг для взрослых. Если какой-то ребенок получил как-то GTA, то это исключительно вина родителей, которые не смотрят, что делает ребенок. Что до случая с чуваками выше, стрелять их научил именно отец. Во время этого обучения, один ребенок чуть не застрелил другого. Просто отличный папаша. Rockstar удалось доказать суду, что они ни в чем не виноваты, и что свобода выражения через искусство – это часть свободы слова. Но, к сожалению, эпопея со скандалами только начиналась. И адвокат этих чуваков, Джек Томпсон, начал свой крестовый поход против серии GTA. Но о нем постепенно поговорим. Вышла Vice City, и тут сразу опять скандалы. Игру хотели отменить американцы гаитянского происхождения. Ибо в игре можно с гаитянами драться. Но нужно сказать, что Rockstar выпустили просто ужаснейший пресс-релиз в ответ. Они сказали, да, в игре можно стрелять в гаитян. Но вы забываете, что в игре также можно стрелять и по другим людям. В итоге скандал стал еще больше. И им пришлось редактировать все, что связано с гаитянами в игре. А также опять какой-то малолетний дебил застрелил двух невинных людей. И Джек Томпсон тут как тут. Он сказал, что чел много играл в Vice City. И вот поэтому и совершил преступление. Он требовал от Rockstar возмещения ущерба в 600 миллионов долларов. Но опять все для Rockstar закончилось хорошо. А потом опять какой-то подросток подстрелил всю свою семью. И Томпсон опять тут как тут. Он подал в суд на Rockstar, потому что у чувака на консоли была Vice City. Не важно, что отец постоянно издевался и изводил сына, из-за чего у него крыша поехала. Тут как бы все и так очевидно. Игры Rockstar во всем виноваты. Все мы знаем, что до изобретения видеоигр в 70-е мир был вот таким. А потом придумали игры и сразу началась жесть. Это правда. В общем на Rockstar давили. Власти пытались по-разному ограничить продажи игр компании. И ставили палки в колеса. Компания как-то держалась, но потом вышла GTA San Andreas. Нереальный успех игры принес не только много денег и славы. Но и огромное количество скандалов. Игру пытались отменить, потому что в ней недопустимые расовые стереотипы. Жестокость, неправильно показали чернокожих. Неправильно показали женщин. Неправильно показали азиатов. Неправильно показали города и так далее и тому подобное. А потом модер вытащил из файлов игры тот самый хот-кофе. Если кто не знал, там был контент сексуального характера. Эту фигню Rockstar забыли удалить из файлов игры. И поплатились полна. Два года их таскали по судам. И они объясняли, что контент и так был скрыт. И никто бы его не увидел, если бы модер его не вытащил. Но адвокаты и судьи типа... Моды? Скрытые игровые файлы? Игры? Чё блин? Что это такое вообще? Я не знаю, я просто болотком тут бью. Кстати, возможно, в том числе и из-за этого Rockstar ПКшников не особо любят. Ибо они лезут туда, куда их не просили. И вытаскивают то, что вытаскивать не нужно. История в итоге закончилась убытками для компании. Ибо в игре есть непристойные вещи, да? Ну тогда ограничиваем продажи игры. Ещё верните тем, кто хочет деньги обратно. То есть Rockstar Тип обманули рейтинговую систему. И за это их судили. И компании пришлось выпустить новую партию дисков San Andreas. Кстати, что интересно, добавить контент сексуального характера хотел именно Сэм Хаузер. Он всё это организовал. Но Лесли Бензис убедил его, что лучше обойтись без подобного контента. А вот когда выходила ПК-версия San Andreas, Сэм Хаузер опять вернулся к этой идее. Он хотел выпустить две версии игры. Обычная, а другая чисто для взрослых. Где был бы тот самый контент. Ананизм, эротическая порка и так далее. Но его опять отговорили. Поэтому если вы думали, кто постоянно в GTA рисует члены, то вот он, собственной персоной. Сейчас Сэм Хаузер пилит GTA 6. И теперь некому его остановить. Поэтому я и говорю, что есть много моментов игры, из-за которых я беспокоюсь. А вы думали, почему у женщин такие... Глаза. В общем, где-то в 2007 году стало понятно, что очень много активистов используют GTA чисто как инструмент, чтобы сделать себе карьеру. Медийность GTA популярной серии, и то, как легко на неё можно нападать, сделала её привлекательной жертвой для очень многих адвокатов, журналистов и политиков. GTA была впереди всей игровой индустрии. Она была её лицом. И все законы против неё отражались на всю игровую индустрию в целом. То есть подобные личности вредили всей индустрии. Ибо запрещали много чего в плане продажи игр. И за нарушение давали просто какие-то конские штрафы. Тот же закон о защите семейных развлечений от Хиллари Клинтон. Который в том числе требовал, чтобы была создана группа людей, которые будут перепроверять возрастные рейтинги игр. Потому что Хиллари Клинтон очень сильно задела Сан-Андреас. Ведь там был один возрастной рейтинг. А по факту он должен был быть выше. И заход кофе. И повторяюсь, всем было насрать, что этого контента в игре даже не было никогда. То есть по новому закону получалось так, что ESRB дает возрастной рейтинг игре. Говорит, что допустим игра для людей 15+. После чего еще одна комиссия перепроверяет, а действительно все нормально поставили. И это, блин, шиза какая-то. Регулятор, блин, для регулятора. В конце концов, многие эти законы были отменены. Потому что это бредятина какая-то. Но Rockstar ничего не забыли. И в GTA 4 проехались по всем, кто им насрал. Хиллари Клинтон в итоге стала статуей свободы в игре. У нее в руке горячий кофе. То есть тот самый хот-кофе. А внутри у нее стальное сердце. Потому что ради своих политических амбиций, она была готова насрать целой индустрии. Также, конечно, наш любимый Джек Томпсон постоянно подавал на Rockstar в суд. За GTA, за Manhunt, Шизоид, Бигл и везде пытался отменить все игры студии. Вышло GTA 4 и Челл пытался возбудить уголовные дела на владельцев магазинов, где продается игра. И готовил очередные дела против Rockstar. Все это неадекватное поведение в итоге привело к тому, что он посрался с каким-то судей. И в итоге его лишили адвокатского статуса. То есть все, его карьера закончилась. Я даже боюсь представить, какая вечеринка была в Rockstar из-за этого случая. Кстати, Томпсон почти всю жизнь жил в штате Флорида. И вот честно, этот чел буквально олицетворение Флорида-мэна. Естественно, в GTA 4 Rockstar хорошенько над ним посмеялись. В миссии для Фрэнсиса Макрири, под названием «Финальное интервью», надо было устранить одного адвоката, который выдавал дебильные цитаты в стиле Томпсона. «Гонки не убивают людей, в видеогеймах делают». После этого Томпсон загрустел. Он говорил, что ненавидит еще и GTA 5. Но все же он ничего больше не может сделать. Как говорится, нет ничего хуже на свете, чем смотреть на успех игры от разрабов, которых ты не можешь засудить. Многие фанаты до сих пор в ожидании возвращения Томпсона, чтобы поржать с него еще раз. Возвращаясь к GTA 4. Игру пытались отменить организациям матери против вождения в нетрезвом виде, потому что в игре можно водить пианом. Многие политики утверждали, что игру надо отменить, потому что на самом деле GTA 4 используют в армии, чтобы солдаты стали более жестокими. И поэтому людям нельзя в это играть. Жаль, чел еще не добавил, что за ними следят зеленые рептилоиды из-под земли, и что все это заговоры иллюминатов. И знаете, я тут подумал, и блин, странная фигня заключается в том, что GTA всегда пытаются отменить люди, которые говорят и ведут себя так, как персонаж этой серии. В этом вся ирония. Но уровень Шизы не переставал достигать невероятных высот. Там подросток пытался угнать такси. Виновата GTA 4. Какие-то школьники ограбили магазин. Виновата GTA 4. При том, все, что есть в игре, люди могли видеть в фильмах, в новостях, в комиксах и так далее. Но как только у какого-то ребенка находили на компе GTA 4, то все. Люди срывались с цепи. Еще журналисты подходили к преступнику и говорили, это правда, что именно игра вас заставила это сделать. И преступник говорил, ну конечно, я-то лично ни в чем не виноват. Вот жил нормально, никого не трогал, но поиграл в GTA 4, захотел ограбить прохожего в реальности. Действительно, игра во всем виновата. А теперь отпустите меня и засудите разрабов. Игры стали удобной отмазой для всех. Это не вы, родители, провалили воспитание детей. А во всем виноваты игры. Подростки с вами не разговаривают? Вы постоянно ссоритесь? И вы нашли у них сигареты? А посмотрите, есть ли у них на компе GTA. Если да, то давайте подадим коллективный иск на Rockstar. Плюс люди боятся того, чего не знают. Так что они верили в любой бред, что говорили политики и СМИ. Но потом в нашей жизни появились те самые смартфоны. От них много проблем, но один большой плюс все же есть. Абсолютно все, кто их имеет, узнал, что такое игры. Бабушки, дедушки, отцы и те самые матери, что кричали недавно на своих детей, ну только вы игры играете, сами сейчас залипают во всякие кандикрэши и фермы. В один момент вдруг оказалось, что игры это прекрасно. И когда очередной политик начинал говорить, что игры зло, что вот это ваша новая GTA 5, это ужасно, то все это не вызывало больше резонанса. Наоборот, чел, который так говорил, становился маргиналом. И его просили нафиг заткнуться. Журналистка из GameSpot написала, какая же GTA 5 ужасная, потому что там можно играть только за мужиков. Rockstar вообще женщин ненавидит. И 20 тысяч человек подписали петицию, чтобы эту журналистку уволили. Я считаю, что реакция игроков слишком резкая, но это показывает, что все, на дворе больше не 2005 год. И когда ты начинаешь игры зло, игры портить детей, и они для тупых мужиков, то это встречает отпор. И вообще, самый большой скандал, связанный с GTA 5, было то, что Линси Лохан подала в суд. Мол, взяли ее образ без спроса. То же самое с трейлером GTA 6. Многие возмущаются, вот взяли мой образ, но это разрешается законом. Вспомните фильмы-пародии, как очень страшное кино, как фильмы Лесли Нильсена. Там пародия на пародии. И это абсолютно нормально. GTA пародирует много чего. Тут спрайт это с пранк, Apple iFruit, Facebook Life Invader. Есть много пародий на звезд, на политиков, даже на собственных фанатов. Вот челла играет в GTA 4. И вот пародия на него в GTA 5. И вот у нас 2023 год. Общество прошло путь от непонимания и ненависти к играм, до полной любви к этому прекрасному виду искусства. А потом общество опять насрало. Начался новый этап, когда люди понимают и любят игры, но уже хотят, чтобы они были созданы под них, чтобы там были определенные мысли и посыл. Илон Маск не хочет играть в GTA 6, потому что там можно будет стрелять в полицейских. И поэтому он не играл в GTA 5. Там сразу надо в полицейских стрелять. Его поддержали много людей. И в том числе игровые журналисты. Как, например, Ян Майлс Чонг. Он сказал, «Да, я рад, что в Киберпанке стрелять в полицейских это опционально. Поэтому я GTA 5 никогда не закончил». Кстати, Чонг написал для GameRanks 255 статей про GTA 5. Во многих из них он писал, как доставал и уничтожал полицейских в игре. «На что уставились? Никогда раньше не видели лицемера?» Более того, видимо, Маск обиделся. Многие сотрудники Твиттера ждали трейлер GTA 6 на их ресурсе. Типа, что именно там Rockstar всё запостит. Всё-таки десятки миллионов человек одновременно на платформе это хорошо для рекламы. Но Rockstar на Ютьюбе всё запостили. Директор Твиттера даже написала, «Мол, Rockstar, запостите и у нас трейлер. Ну чё вы, ну давайте». Компания это сделала, но позже. И твиттерские на это обиделись. И они ограничили трейлер в поисковике. То есть, когда ты искал Rockstar трейлер GTA 6, то нигде не было поста компаний с трейлером. Жесть, какие же они мелочные. Короче, какие-то консервативные политики пытаются игру отменить. Потому что дети в это не должны играть. Какие-то левые политики пытаются игру отменить. Потому что логу Rockstar напоминает еврейский флаг. Илон Маск, который самый богатый человек в мире, не понимает, что игры это не реальность. Если ты там в кого-то стреляешь, то это только в игре. Это пустая моделька. Это как сказать, что прекратите показывать в рекламе людей, которые едят шоколад. У меня будет диабет. Как это, блин, связано? Кстати, еще. В фильмах играют именно актеры. На самом деле, это не скрытая камера снимает людей. Леонардо Ди Каприо не умер в конце Титаника. Повторяю. Да не умер он в конце драйва. Многие скажут, ну это же фильмы. А в игре ты сам нажимаешь на триггер. И окей. Если в этом вся разница, и религия тебе не позволяет нажимать на ту или иную кнопку геймпада, то тогда посмотри просто прохождение на ютюбе. Будет тебе фильм. Отменять-то игру зачем? В общем, компании, как Ubisoft, только недавно столкнулись с хейтом толпы. Поэтому они крайне ранимые. И идут на поводу тех, кто даже в их игры не играют. Рукстаржи где-то 25 лет срут. И больше 10 лет они ходили в суды как к себе домой. Натерпелись говна от родителей, у которых дети плохие типа из-за игр. От политиков, от адвокатов. Им угрожали. Шантажировали всякие шизоиды. И им сейчас, как Райану Гослингу, абсолютно насрать, что там кто-то написал в Твиттере. Они столько всего пережили. И думаете, им сейчас есть дело, что кто-то там обиделся из-за груди Люсии? GTA 6 сейчас буквально самая ожидаемая игра всех времен. Так что слушать каких-то там непонятных личностей зачем? К тому же мы уже видели, как отменяли Хогвартс Легаси. Прям да отменялись. Действительно отменили так отменили. Плюс многие такие скандалы только играют на руку Рокстара. Выходит какой-то человек говорит. В новый GTA открытый мир. Там можно угонять машины, вертолеты. Можно воровать в магазинах. И убегать от полиции. Вы представляете? Этого чела люди слушают. И обратно ему задают только один вопрос. А где игру можно купить? Так что нет. Ничего Рокстар не вырежут и не переделают в GTA 6. Почему? Потому что никто из этих людей, что срут игру, покупать ее не будут. Вот ты купишь GTA 6. Ты любишь игры. Как любят их разрабы. Поэтому GTA сделают такое, чтобы тебе она понравилась. А не какому-то челу из Твиттера, который просто хочет себе набрать политических очков. Над ним наоборот будут смеяться. Потому что такие люди большего и не заслуживают. Спасибо за лайк и подписку. И до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok